При помощи мысли, при помощи какой-то логики какие-то очень важные вещи поймать совершенно невозможно. Причем не какие-то вещи, а вот самые главные вещи не улавливаются. Вот какие-то попроще, я не знаю, как суп сварить или как диплом написать, это еще куда бедно получается. А вот если начать мыслить о каких-то запредельных вещах, которые очень важны, потому что они, собственно говоря, являются по теоретической концепции фундаментом всего, что есть, то здесь почему-то ум натыкается на проблему, что не хватает слов. Либо начинается строиться столько и столько много объяснений, что, в общем-то, за этими объяснениями теряется содержание. Ну или люди устают. Вот я буквально специально перед вот этой встречей вернулся к неким текстам, которые я очень давно уже читал. Знаете, есть такое направление патристика в христианской богословии. Ну, патристика — это от слова «отец патра», ну, патриархальный, это отцы церкви, богословы. Причем большинство из них являются именно православными, потому что она сложилась в основном в восточной части церкви, где Византия впоследствии возникла. Вот. И это вот касается периода там с третьего вплоть там века до пятнадцатого. То есть были богословы, которые пытались разрешить вопрос бытия Божьего и каких-то основных определений по этому поводу. Вот. И вот когда их читаешь, особенно вот таких серьезных, там какого-нибудь Григория Палому, который там борется с какими-то ересями, и при этом сам по большому счету сотворяет новую, причем, я говорю, вопрос такой настолько скользкий вот во всех этих критических их размышлениях по поводу того, кто там где ошибается и как там что вообще правильно написано, потому что, ну, вот, например, самая простая такая тема, вокруг которой там написано очень много и наговорено очень много, о том, доступен ли Бог для восприятия. Не доступен. А они что пишут? Ну, смотря кто. Они будут мудро-кидры. Да, в том-то и дело, что оказывается, те, кто признан церковью, в общем-то, в разный период времени, разные лица писали, разное. То есть, одни говорят, что, типа, недоступен. Ну, вот, я как бы задал этот термин вначале того, что я разговаривал. То есть, апофатичен. То есть, о Боге нельзя сказать в позитивных или каких-то положительных определениях, потому что эти все определения, они берутся нами из опыта. Понятно, да? То есть, он, например, не может быть большим. Потому что это понятие большое. Потому что он больше всякого большого. И в то же время меньше всякого малого. Видите, в голове сразу кризис. Как может реальная вещь быть больше всего самого большого и меньше всего самого малого? Поэтому он не большой и не малый. Мы его не можем определить этими категориями. Понятно, да? То есть, единственное, что в этой концепции возможно, это говорить о Боге в отрицательных формулировках. То есть, Бог — это не то. То есть, это не животное, это не человек, это не гора, это не планета, это не Вселенная. Ничто. Здрасте. Здрасте. Заходим. Садись куда-нибудь, если хочешь. Это не Вселенная. Это... Это не это. О, вот Бог — это это или не это? Можно, Господи? Это сложно. Спасибо за меня. Вообще, вот такие разговоры, они бессмысленны, если их завалировать за бесконечными разговорами. На самом деле, это сейчас был момент серьёзного медитативного созерцательного состояния, где ваш ум пришёл к пределу. Вот, например, Бог — это это или не это? Ну, говорили, что Бог — это... Ну, ты где-то читал, что это вакуум. А? Вакуум. В космосе вакуум готов. Какая чушь. Ну, вы что? Вакуум же — это вообще какая-то фигня. Вот это ничто и не... Нет, вакуум — это что-то, обратите внимание. Словом же названо. Да, словом же названо, объёмы определены, местоположение известно. В колбе воздух выкачал, вон там вакуум. Что там, Бог? Нет, там внутри. Слышно. Так Бог же везде. Вот ещё одна пришла. А чё? Везде — это значит, он вот здесь. Он где-то. Где-то, да. Если везде, он где-то. Везде — это что-то, где вот... Причём здесь уже очень начинается тонкий вопрос, потому что вот тот же Григорий Палома, он боролся с такой ересью, где говорилось о том, что Бог разделяется как бы на две части. Одна — это его божественная недоступная часть, сам себе сущность там какая-то, и твари. То есть всё, что сотворено. То есть мы. Всё, что сотворено. Твари — это не Бог. Это результат его творения. Поэтому сразу ранг понижается. Причём там есть ещё ереси, которые в гностицизме были, о том, что там есть ещё и посредующие всякие этажи и уоны, где находятся там всякие ангельские сущности, там тонкоматериальные сущности. И по мере их утончения они приближаются вот к этому, к высшему, бесплотному, неопределённому. А опять же, как же неопределённый? И неопределённый стал определённым. Но пока мы его не определили, он не может быть определённым. Он тогда вообще не может быть. Ну да. Потому что может быть только то, что мы определили. Если что-то неопределенное, этого вообще нет. Об этом и говорить бестолку. Тоже очень хороший момент для медитации. Просто сосредоточьтесь. То, что мы не определили, этого не существует. И на самом деле, весь прикол о том, о чём я говорю, это касается не какого-то Бога там вот где-то там вот в Африке, в Австралии или на Альфа-Центавре или ещё что-то. Это касается лично вас. Вы определены или не определены? Где вы? Или как просто сказать, где я? Я, я, это можно определить как-то? Почувствовать. Ну-ка. Кстати, это самая великая медитативная практика, то есть самые великие адвайтисты, которые там создали вот эти направления, вокруг которых вот это бла-бла-бла идёт, там Махаршли, Насагадата. Я есть, только на это вот и... Да, он определился. Причём я есть, это что значит? Существует. Нет, я есть, я это не тело, я только могу сказать, да? Я это не мои мысли, не мои чувства. То есть, опять же, мы попадаем в ту же схему, о которой говорит там Дионисий Ариапагит. Что я это не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Правда, на Саргадата написал книжку «Я есть то». Но в этом тут еще хуже не дать им. То, что. Там можно читать книжку и выяснять, что вообще то, что ничто. То есть, на самом деле, разговор о Боге, который ведут богословы раннего христианского периода, это та же самая адвайтийская тема, только она как бы вынесена в некое дискуссионное поле. Причем эти ребята, это не книжники западной церкви, которые там, знаете же, что христианство разделилось на две направления. Одна — это западная церковь, католицизм, схоластические школы, логика Аристотеля, методология научного познания, со всей ее вот этой прелестью, которая вышла у нас там, начиная с эпохи Возрождения и кончая вот седьмым айфоном. То есть, вот эти все вещи — это результат такого механистического понимания природы божественного. Ну, не механистического, а, скажем, такого философского. Или попыткой конкретизировать, или вот ввести в какие-то определенные понятия. Восточные же богословы — это все мистики. Мистики в смысле того, что они опираются на опыт собственных переживаний. Они не формализуют это, как вот в теории или там в какой-то философии, а только через личный опыт. Через личный опыт. То есть, вот, например, бытие Божие. То есть, есть такой прикольный... Тоже ранний патристика. Ну, не ранний, это уже средневековая патристика. Симеон Новый Богослов. В середине X века жил. Он-то как раз говорит, что Бог доступен для восприятия. Мало того, что Он доступен. Те, кто говорят, что Он недоступен, это в рули. Единственное, что вообще человек может сделать, это узреть. И это его задача основная. Узреть непосредственно, вот, войти в контакт с Божественным. Все остальное бессмысленно, если Вы этого не осуществляете. И причем это Божественное, оно и находится внутри. То есть, вовне, конечно же, его нет. Вовне это все это картинки, описания, всевозможные разговоры. Там как раз появляется двойственность. То есть, это и то, то я и другое, там, вот во всех этих метафизических ковырканиях ума, которые превратились в схоластику, а потом превратились вообще в материализм, а потом превратились в технологии. Где мы, знаете, есть такие люди, тук-тук, заходи, кто там, они искусственный разум делают при помощи компьютерных вот этих штучек. То есть, они понятия не имеют, что такое разум, но они его делают. Получилось? Некоторые даже думают, что вот, знаете же, уже сейчас машина, она обыгрывает игроков в го. А го это даже сложнее, чем шахматы. То есть, как бы вот предсказывалось, что это будет случиться только через 20 лет, когда, то есть, настолько это изощрённая такая, требующая человеческих вот этой натурой интеллектуальной деятельности. Так вот, машина уже обыгрывает мастеров в го. Ну, является ли это человеком, это самое, разумом? Мне кажется, это логика. Да, это логика. Это определённые программы, которые существуют. И в этой, конечно же, хотя, опять же, тоже тут лукавство по поводу того, что, например, там компьютер обсчитывает, там миллиарды, там, знаете, есть сейчас уже суперкомпьютеры, которые там тетра... Нейронные сети, это, из этой серии, да, вы имеете? Создаются. Нет, просто мощные компьютеры, которые с очень мощным быстродействием, там, в военной сфере, я уже сейчас не помню, сколько они тетра, чего-то там, метра-гигабайтов обсчитывают в секунду, но какие-то очень мощные. И говорят, что человеческий эмоций, ну, вообще близко места. На самом деле, полная туфта, то есть, то, что происходит в нейронной сети за секунду, просто это отконтролировать невозможно. Ведь это, смотрите, оно же там у меня регулирует каждую клетку. Миллиарды клеток сейчас регулируются единой системой. И в каждой клетке там миллиарды операций одновременно происходят. То есть, ну, глупые люди говорят, это автоматически делается. Да ничего подобного. Только вот жизнь убери с человека, все выключается. То есть, это система, которая работает там. То есть, вот то, что я вот поднял руку, чтобы это вот так вот описать при помощи компьютерной программы, никакого компьютера не хватит. То есть, он может описать визуальную картинку, но у меня же внутри там кровь идет, каждая клеточка, причем миллиарды их, миллионы их тут же умерли. И вот это же надо все тоже запрограммировать. Тут же в каждой там хромосомы чего-то считали, это никакой компьютер обсчитать не может. Чтобы у меня двигалась рука, она же не является отдельной, это часть единой системы. Поэтому все эти разговоры, что компьютеры там, это что-то такое, это просто, ну, примитив, примитив. Это приблизительно то же самое, что механическая машинка и животное. Мы же видели, да? У меня мышь по сравнению со всеми вот этими гипер-супер-пупер-роботами просто бесконечно сложней. Даже мошку не то что. Даже таракан действительно. Бесконечно сложней. Просто когда человек ограничивает свое мышление, например, такими схематическими конструкциями в рамках определенной философской парадигмы, то у него мир становится проще. И вот в этом простом мире действительно можно делать вот такие имитации. Жизнь, движение или еще чего-то. На самом же деле, я говорю, вот это, например, наша возможность вот сейчас обсуждать то, чего-то, чего не существует. А что, чего у нас не существует? Чего-то точно не существует. Ну, например, вот мы же сказали, я существует. Существует. Пока мы не обозначили, не существует. Ну, то есть, вот видите, сразу две позиции. Одна говорит, что я существует. Тогда надо обозначить. То есть, тут же включается ум со своей старой вот этой парадигмальной системой. Покажите, в каких она категориях, понятиях, или лучше всего в вещественных состояниях. То есть, вот одна из практик медитации любой, там, випассан или еще что-то, но мы ее делали раньше. Это просто вот возьмите и посмотрите, где я находится, вот где я у вас находится. Где вот я есть. И вы понимаете, в этой руке она находится. Где? Но концентрация в другом. Нигде получается. Нет, почему? Почему? Вот давайте искать. Вы знаете, что... То есть, я даже могу чувства поместить, или рукой вот сейчас ощущать. И вот заглядываю. Я вижу, что я могу ей двигать, я могу ей ощущать. А где тут я? Ощущение есть, движение есть. А я-то где? Тепло есть, или что? Я-то тот, кто ощущает это. Движение. Там его нету. Я из какого-то другого места наблюдаю за всеми процессами, которые в руке происходят. Он даже может себя разместить в руке на некоторое время, как ощущение из руки. Но это будет не из руки ощущение, это будет из я ощущение. Из я есть ощущение. Тепло, движение или еще что-то. То есть, причем даже можно же руку отрезать. Я убавилась? Нет. Совершенно нормально. Вот это еще такой катаклизм мышления. А до сюда руку отрубить? Я убавилась? А до сюда? Да. То есть, сколько бы мы тело не кромсали, я не убавляется. Но мы же это видим. Ник Уйвич. А? Ник Уйвич, который без рук без ног. Ну да, да, да. Есть такие примеры. Ну, как бы я могу хитро сказать. А голову если отрубить, значит, наверное, в голове я. Но без головы мы жить не можем. Да. То есть, голова и я никакого отношения к нашему вопросу не имеют, потому что есть еще опыт жизни после смерти, всякие вот такие рассказы. Представляете, есть люди, которые имеют опыт внетелесного существования. Есть даже люди, которые тренируют других, ну, знаете, управляемый слоу, астральные бои, и понеслась там всякая древняя. Я не пою. Это что-то из игр, как на ринге. Ну, берите в интернете и все поймите. То есть, оказывается, некоторые люди очень серьезно представляют о том, что я может находиться, вот я говорю, вне тела. Амаль, может я находиться вне тела? Ну, во-первых, когда умрешь. Оно куда-то девается. Ну, обычно люди, которые механистически это рассматривают, они считают, что оно тоже состоит из маленьких каких-то атомов. Хотя, опять же, из каких? То есть, если бы оно состояло из маленьких атомов, тогда вопрос его идентификации был бы решен. Но в свое время еще Декарт, он пытался эту проблему разрешить, он искал, где находится душа. Потому что душа это и как бы и есть, это тонкое такое вот чувствилище, которое вот себя каким-то образом самоидентифицирует. Где душа находится? Замоконников даже взвешивали. Я бы тоже читала, что у них там 7 грамм. 7 грамм. Давайте из жизни. Вот у меня мама парализованная, у меня есть транзиторная ишемическая атака называется. Это выглядит так, что человек вот сидит, может заниматься, пить чай, кушать, просто сидеть, разговаривать. Потом вот мои ощущения, то, что я вижу. Она выключается и все, там язык западает, глаза западают, сердце бьется, она дышит, но ее нет. Глаза не закрыты, глаза вот они провалились к полу. А потом ничего не делаем, абсолютно. Но это длится минут 5-7, потом такой щелчок, бац, и мысль в глазах появилась. Это вот, я куда уходит? Как этот момент, когда она в этом состоянии? Я понимаю, что мамы в этот момент нету, здесь. Ну, картерной недостаточности. То есть дальше можно включить, опять же, старую парадигму, то есть вот, естественно, научную, и замерять какие-нибудь электрические токи в голове, там, температуру, взвешивать ее, потому что, может быть, знаете, может оказаться, что когда она вот такая, а потом в это состояние, вы ее взвесите, она на 7 грамм будет. Попробуйте, кстати. Тогда вот сразу наша теория с 7-граммовой душой окажется верной. Нет, вопрос, почему так происходит? Вот в нормальном состоянии, бац, выключение, и потом, откуда берется включение? Меня вот занимает вопрос, откуда? Про она не может развиваться? Подождите, я вам говорю, что, причем здесь даже она, вы не знаете, как вы сейчас рукой шевельнете, откуда берется включение, как будет шевелиться рука, и какая мысль. Мы ничего не знаем. И единственное, что мы можем узнать, это придумать и навязать миру определенную систему объяснений. Либо, если мы глупые, то опираясь на авторитеты и какие-то уже существующие парадигмы, если мы гении, то мы можем придумать, вот прямо сейчас придумать, что там происходит. Вы же ждете от меня какого-то объяснения в рамках какой-то удобной для вас модели, или что? Нет, мне интересно, во-первых, ваше отношение к этому, что... Я могу 10 вариантов сказать. Интересно. Первый вариант. Действительно, связь души с нейронными вот этими, как это называется, с нервной сетью прерывается, и она там где-то отдыхает, или наоборот ее кто-то забирает, демона, например. Хороший вариант? Ну, как-то нет. Как-то нехороший. Второй момент. Она сама прикидывается таким образом. Ей нравится играть в эту игру. Причем это неосознанно, это не логическая схема. Это такой, этот сам, как вы знаете, там... Да, это в тонком уровне у нее есть такая игра. Может, дай-ка я отключусь. Может, она в прошлой жизни была крутым дзен-буддистом. Дзен-буддистом. И научилась выходить вот в эту самую. И этим занимается. Просто вам об этом не сообщает. Это второй вариант. Ну и вот в таком духе я могу вам еще наговорить с десяток. Я свои ощущения пыталась... Да, расскажите. Для меня, во-первых, я когда первый раз это увидела, мне страшно, странно было. А потом, когда я начала уже вот несколько раз уже внимательно смотреть, а что же происходит, я понимаю, что вот мамы в этот момент нет. Вот, я вам сейчас хуже скажу, ее нету даже тогда, когда она есть. Вот если вы примените правильную вот методу, о которой я только что вам говорила, вот вы себя изучали, где я, вот вы можете смотреть на человека и понимаете, глаза это не он, лицо это не он. Страшно вначале, а потом, наоборот, наоборот. Совершенно верно. Нету никого. Все, что вы видите, вы видите способ своего описания. Да, поэтому мамы нету даже тогда, когда... Там не мама, там есть некие ваши воспоминания о том опыте взаимодействия с этим человеком. Все. И из него... И вам почему страшно, что разрушается старая картина мира? Вы же так привыкли, что мама какую-то отдачу дает. А тут вот, хоп, и отключение. Конечно, страшно, потому что в вашей системе описания происходит сбой. Чтобы не волноваться, обычно людям, вот я говорю, типа, как я вам сейчас рассказал, дают объяснение. То есть вы сходите к психиатру, он вам объяснит что-нибудь. Сходите к священнику, он вам что-нибудь объяснит. Сходите там к мистику кого-нибудь, он вам что-нибудь объяснит. Что вам приятнее, то и останется у вас объяснение. И все, тогда дырочка закрывается вот этой неизвестности. Вы успокаиваетесь, и все нормально. Вы никогда не узнаете, не поймете, что там происходит. Я говорю, вы даже не можете проконтролировать и узнать, почему у вас сейчас мысль какая-то в голове происходит. Это непонятно, это волшебно вообще. В этом и есть. Да, это самое удивительное. И мы уже говорили, что самая удивительность заключается в том, что... А где же я? То есть, вот смотрите, при всем при этом, я это единственное, что действительно очевидно. То есть, мы сказали, клетки разрушаются, материя диффузирует, там, я не знаю, человек умирает. Все, вот к чему бы мы ни посмотрели, это все кажущееся, это моя иллюзия. Это все каждую секунду меняется, разрушается, умирает, там, рождается, там. Понимаете, понимаете, да? Единственное, что в этом пространстве не умирать. То есть, вот когда мне было там три года, я это был я. Я это, вот, вот, почему я такой особенный? Когда мне было три года, я очень уперся вот в это состояние. Я. Останусь ли я, я, вот, или буду изменяться? Я решил такую засечку себе сделать, сечь. Там, в четыре года я вспоминаю вот это. В шоке, да? Да. Изменилось что-то? Нет, я, я. То есть, меняются там картинки, места, куда я переезжаю. То есть, и вот так вот, и в двенадцать лет, и сейчас я вот уже... Ну, это как старушки говорят, там, шестьдесят пять лет, а мне восемнадцать в душе. Вот это привязать? Нет, это, это, это лидическая тема. Это я свое сознание привязал к я. То есть, то есть, это, 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 это неумыслительный процесс. А в три года это ощущение? Нет, ощущение, нет, я имею в виду. Почему? Со всеми, совершенно верно. Раньше бывает. Иногда раньше бывает, точно. Единственное, что они это перестают делать потом. Они об этом забывают и выигрываются вот в сюжет, который называется «Я мужчина, я женщина, мать, жена, там любовница». Что там еще есть? Гражданин. Гражданин, да, гражданка. Тот, кто знает свое «Я» — это самый страшный человек. И он все время, да? Он остается собой при любых обстоятельствах. Его ни в какую колонну не поставишь, потому что он понимает, что это иллюзия. Его все боятся причем. Совершенно верно. Это самый страшный человек, который присутствует в своем «Я». Причем так конкретно. Потому что у него нет авторитетов. У него нет правил. Это сверхчеловек Ницше. Только Ницше немножко там переборщил с этим пониманием. Уж больно он был обижен на общество. И у него там какие-то комплексы были очень серьезные, связанные с психикой. А в идеале «Я» — это, ну вот я говорю, он может быть либо сверхчеловеком, ну то есть, ну какой-нибудь Кришну, организовать ядерную войну во времена. Конечно, он это же не стал бы делать. Как не стал. Он именно это и сделал. Он столкнул между собой братьев, и разразилась война, там несколько миллиардов. Ну сейчас вот такие есть историки, которые все... Космические всякие. Да, они же космические оружия, там что атомные взрывы можно обнаружить в Сибири, там или еще где-то. То есть это все Кришна устроил. И Ангхор же, по-моему, храмом считается, что в результате ядерного взрыва там уже... Ну я говорю, сейчас в интернете можно такую дребедень начитать. Главное, что Хорость тут сочиняют. Да, потому что people have it. Все понимают, что YouTube это сейчас средство зарабатывания. Нужно создать аттрактор, и соответственно ты можешь ничего не делать. И вот такие вот собирать. Еще в Instagram. Instagram тоже, да? Да, типа что. Блин, я вообще отсталый человек. Но это тоже возрастло на самом деле. Я в Instagram не смог войти. Я максимум Facebook включил, даже не понимаю, зачем он мне нужен, потому что там аудитория совершенно не кошерная с точки зрения философского клуба. А как вы относитесь к сетям вообще вот этим? Никак. Вы приветствуете общение? В общем-то общение лучше... Если оно идет на пользу и на развитие, приветствую. Ежели же это просто форма такой асоциализации, да, и отключения человека от социума, то, конечно же, это все ужасно. И даже я знаю социологию, то есть даже я своим студентам про это постоянно рассказываю, что это катастрофа у нас сейчас идет, да. Что отчуждение, еще дебор про это сказал. А почему опять же иллюзии, общение? Конечно, это симулякры стопроцентные, это подмена, подделка. Да, людей сейчас практически не остается живых. Но вот же мы сидим живыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, все. А в другом там кто-то кричит в коридоре тоже. Не-не-не-не, это уже все. Живые только те, которые могут... Мучить? Нет. У которых есть какая-то вот странная, дурацкая идея разобраться, кто я. Рефлекс. Нет. Нет. Я же сказал, я это не рефлекс, это ваша сущность. Это какое-то взаимодействие души, наверное. Не-не-не, это все бла-бла-бла для эзотериков. О том, что есть души родственные, души неродственные, что есть инкарнации. Это у меня предыдущая там тема была. Это все истории для успокоения ума. К реальности я есть, это, как говорил Христос, не мир принес я, а меч. Никакого успокоения не может быть. Я же сказал, это самые страшные люди, которые я есть. Потому что им наплевать на авторитеты. Они разрушают все вокруг себя. Хаос? Нет, не хаос. Это понизшие такие разрушители. На самом деле они ничего не разрушают. Потому что ничего разрушить невозможно, и они это понимают. Разрушаться вокруг них начинают люди, которые встроены в какую-то программу. Их программа начинает лопаться. Форматированный, говорит. То есть если форматированный человек, то когда он встречает неформатированную, у него начинается взрыв мозга. Поэтому он сразу кричит и говорит, изолируйте его в дурдом, расстрелять или еще что-то сделайте. Потому что этот человек ужасен. Но он ужасен не потому, что он там переворачивает столы и выгоняет из храма. Потому что он входит в их систему ценностей мира. Причем, я говорю... Там нет уже, там же... Это не проблема. Это вообще сейчас мы опять начинаем рассуждать такими, как вот озабоченные, такими текущими проблемами. То есть ум включился, и ему тоже нравится рассуждать на эту тему. О роли просветленных в жизни общества. И он очень любит этим заниматься. И мы вот сейчас сидим и этим занимаемся. Хотя идея-то у меня какая-то. Вот мы вернулись. Три года, сущность, да? Да, втолкнуться вот в эту ситуацию. Есть ли Бог или есть ли я? Потому что это практически идентичные вопросы. Потому что Бог находится в я. Но не в я вот в этом эго-я или в эго. А в я вот в том, что никак не называемое. И в то же время, я говорю, Симеон Новый Богослов говорит, возможно... Ну тут же встает вопрос. А кто это контактирует с Богом? Кто контактирует с Богом? Ну или с я? Он сам, с собой. Через нас он познает себя. Есть такая... Ну это опять же, вы, значит, видите, это сразу превратили в некую концепцию. Ну я это просто... Ну нет, что-то же надо говорить, правильно. Мы же сидим, собрались тут как-то рефлексировать на это, а иначе мы просто бы сели вот так. Я бы сказал, я есть. И сидим. И хорошо. Хорошо. Причем самое интересное, что вот некоторые, которые вот занимаются такими практиками, они думают, что это именно так и надо делать. То есть, уединиться, втиши, сел, я есть. И так 20 лет. Хороший способ уйти, от проблем. Да. Да, от проблем хороший способ. Но это не наш метод. Мы уже говорили, что люди, которые я есть, это самые страшные люди, потому что они я есть везде. То есть, он является я есть, и сидя в медитации, и вот я говорю, сейчас с вами разговаривая. Вытряхивает ваш ум. Вы хотите умом как-то спрятаться, для себя что-то понять, а он все время вам раз и сковыркивает вас с этого дела. Причем это делаю не я, там Сергей Кулдин или еще что-то. Меня нету вообще. Просто я поймал такую фишечку, что когда я вот на философских клубах разговариваю, это начинает случаться, я даже не понимаю как. Я в этом не участвую вообще. То есть, вот некоторые люди там, у меня сейчас пошло... Несет это другой. Да, это самое. Нет, несет это другой. Я сейчас хочу сказать, похвастаться, у меня там на ютубе сейчас пошел рост просмотров, неимоверный, и люди начали мне писать, вы просветленный мастер, там еще что-то такое. Нет, я не просветленный мастер. И вообще не мастер. И вообще не понимают, что я вам рассказываю. Нет, нет, понимаете. Нет, не понимаю, в том-то и дело. Если бы я понимал, я бы сейчас вам рассказал вот тот план, который у меня вот здесь написан. Я, конечно же, вспомнил все свои вот эти чтения, ариапагита, буддийские концепции, о том, что вот им не называть, адвайтийские концепции. Ничего же я этого не делаю. Меня снова понесло. Ну, как обычно, да. Да. Причем не меня понесло, потому что я это не контролирую процесс, я просто его отпускаю. И все. И ничего больше не... Вот закончилось это, к сожалению, вот этой... Я только знаю, что это хорошо бы делать так, чтобы этот процесс продолжался, даже когда я пойду сейчас по улице, приду домой там и начну ужинать. Меня так понесло, да? А? Чтобы то же самое. Да, чтобы это было... Ну, как это сделать? Никак. 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 И в то же время, очень просто, просто ловите себя вот на мысли, я есть, когда вы едите. Ну, в прошлый раз я вернулась домой, я узнала от детей столько подробностей. Они мне вот вообще рассказали о себе. Точно. Когда ты есть, с тобой начинает мир разговаривать особым способом. Причем разговаривать там, как листья на деревьях шевелятся, это разговор мира с тобой. Знаете, есть там маги всякие, как ворона пролетела, с какой стороны на какую, там они говорят, это знак. То, что вам человек говорит, причем неважно, умный он, неумный, глупый, учителем является любой человек. Это всегда, как это самое, Бог разговаривает с человеком, с человеком при помощи обстоятельств и встречных людей. И если вы вот в это состояние становитесь, даже поедание пирожка превращается... Знаете, помните, я уже даже говорил, что есть люди, или там, как это у даусов, есть мастера, мужи первых способностей. Они, кушая, становятся просветленными. То есть до них... Вот представляете, поедание, это же страшное алхимическое действие. Представляете, из каких-то ингредиентов, которые выросли, каким-то образом вам вовнутрь входит... То, что вам химики сказали, это полная белиберда, это не фабрика по переработыванию калорий, там, или какие-то... Да, все растворяется, но как это дает жить... Да, и где эта энергия? То есть, вот там, те же вот восточные, они все там про прану говорят, про какие-то тонкие... Да, вот, и как эта энергия превращается в то, что я вот продолжаю вот все эти процессы, то есть, это замыкается вся Вселенная, потому что эти растения растут, потому что Солнце светит, Солнце, потому что Центр Галактики и дает... Вся Вселенная участвует, и я вот во время поедания в этом процессе их сразу торгают, и они вот... И теперь они уже не едят, а еда, это поедание, это и есть вот это откровение Духа. Хороший способ. Отличный. Это мало съешь, самое интересное. Так много не съешь, наверное. Не знаю. Смотря чего. Смотря чего. Знаете, как я недавно тут в Фейсбуке или еще где-то прочитал такая крылатая фраза, знаете, на таких открытках они приходят? Я бросила есть после шести, и тридцать один день моей жизни пропал зря. А, то есть, и тридцать... Ну, в общем, типа, счастья не было в эти дни, то есть, я лишила себя счастья. Вот спрашивается... Зачем? Ну как зачем? Чтобы килограммы сбросить? А килограммы зачем? Чтобы в Фейсбуке сфотографироваться или там, я не знаю, на пляж выйти? Чтобы в одежду влезти. Да, да. Чтобы повысить свою привлекательность. Да. Привлекательность зачем? Чтобы какой-то там, если это самка, то самец клюнул, если самец, то самка. Все так. Нет, то самок это по-другому, чтобы ей самок... Да, конечно. Вот. Весь парадокс... Молодец, совершенно. Что оказывается, многие женщины это делают... Даже они не понимают, что этим... Да. Они это... То есть, а раз это я делаю сам для себя, зачем же я над собой издеваюсь, если я могу сам для себя жрать после шести и получать удовольствие... И вообще весит 200 килограмм. Да, и весит 200 килограмм. И я себя люблю. Да, я себя люблю. Энергии-то у некоторых от этого не прибавляется. Это тоже пошли рациональные вещи. Мы же сейчас говорим о счастье. Вся проблема, которая у меня так вот видится, потому что я несчастлив. А я хочу быть счастлив. Я начинаю вот придумывать всякие вот эти техники. Там не есть, тренироваться, выучиться, заработать много денег. Что значит быть счастлив? Для каждого же, наверное, это свое. Они не могут прийти к этому никогда. Это самое простое. Причем счастливы, вы наоборот, все сделали, чтобы быть несчастливыми. Это вот все, что мы делаем, это как отдалиться от счастья. Счастье, это и есть вот это самое простое, где вы сами с собой, в себе, вот этим я являетесь. Это самое простое действие. Все там адвайтисты, все эти учителя, все только об этом и говорят. Что вы старательно делаете все, чтобы удалиться от этого состояния. Помните, мы говорили, подожди, подожди, сейчас не могу быть счастливым. Вначале я должен там на работу, выучиться, денег заработать там. И вот когда я Феррари куплю, и на ней поеду, вот тогда счастье начнется. Правильно? Да. Все так и думают. Хотя на самом деле, что значит, вот я купил машину, еду и сейчас. Это значит, я вот теперь, я есть я. И никто мне не мешает быть собой. Никто не скажет, что я лох и лузер. Я есть я. Так а для чего? Вот помните, мы говорили, делать вот этот большой окружной путь. Когда для того, чтобы быть я и быть счастливым, вот прямо сейчас все отлично уже готово. Все ингредиенты уже есть. Представляете, у вас есть тело, оно здоровое еще более-менее. Правильно? Ну, я про здесь сидящих. Вы не калека, вы не в Сирии сейчас под бомбежкой. Вы сидите, и не надо никуда ехать-то. Вот некоторые думают, что надо поехать там, в Индию. Не надо. Надо прочувствовать этот момент. Конечно. А почему многие не могут этого сделать? И мы частично... Как мы только что сказали, что вы откладываете этот момент ради каких-то вот средств, которые вам помогут его достигнуть. только и всего лишь. Человек делает, что откладывает этот момент, потому что для начала мне надо там заработать много денег, поехать в Индию, и там я сяду и замедитирую, и найду я есть. Совершенно я. Вот моя знакомая, которая просветленная полностью, в отличие от меня, она ходит на Великую и говорит, это Ганг. Серьезно. То есть я пошла на Кайлас. Я говорю, ну поначалу я думаю, что она... Она реально ходит. Для нее Великая это круче Ганга, потому что это вообще река волшебная. Она же Великая. Да, она же Великая. Не зря она звали. Это самое волшебное. Она говорит, это Ганг. Никакого другого Ганга нету. Это и есть Ганг. И она ходит, говорит, я пошла с Гангом. Почему она так не называет Великой? Она называет Гангом. Нет, это она мне объясняет, чтобы я понял. Конечно же она же Великой ходит. Она... Только тогда это, видите, не волшебно и не чудесно. А вот если она мне объяснила, что это Ганг, а я понимаю, что Ганг это чудесно, а вот это вот... Не чудесно. Не чудесно. И самое интересное, если я с ней иду гулять, лажа полная, она одна или с подругой своей идет, начинает тынлоу летать, к ней подходят люди, которые являются этими хрононавтами из других времен, из других этих самых... И это она не врет. Сказали, что вы тоже сегодня прочитали. Первая группа хобби, это когда-то люди пишут. Да это ж... Что-то мне напишут. Это вы опять начинаете нам туфту из интернета подсуровать, чтобы мы отвлеклись от важного события и начали бы думать, а первая ли у меня группа? У меня тут... Кстати, Адмитриевна, вот лекцию прочитала. Да, есть же целые лекции, где можно объяснить, что вы... Что кому жить надо? Еще не вы, а вот когда у вас будет первая группа, когда вы родитесь в семье Кшатриев или там Брахманов, вот тогда у вас все шикарно будет. А пока вот... Не-не-не, вы не можете быть счастливыми. Представляете, нам мир все время говорит об этом, что вы не можете сейчас быть счастливыми. Вокруг столько несчастных людей. И даже если ты сам чувствуешь себя счастливым, все равно найдется человек, который подойдет тебе и скажет, что-то ты слишком счастливый. Да. Так от тебя как это может похолебать, если ты счастлив? Молодец. Ты давно пошел. Значит, ты не счастлив, а ты счастлив, типа вот смотрите, я счастлив. Знаете, есть люди, которые опять же в том же Фейсбуке или еще... Вот смотрите, вот мой муж, вот мой ребенок, вот я кушаю за границей, вот я и понеслась. Вот я счастлив. Смотрите, вот здесь... Тут я сплю, а тут... Да, он счастлив, когда вот вот там. А вот когда вот с ним встречаешься, он очень несчастлив. И он вспоминает, как он ездил, как он был, как это снова он поедет, как... Сейчас он несчастлив. Сейчас ганга никакого нету. Это не волшебное царство этих самых... Как это называется город-то, где жили? В Махабхарате все герои. В общем, не этот город, хотя это именно этот город. И все люди, это участники этой Махабхараты. Все вот здесь сидящие. Это участники. И эта Махабхарата, это только рассказ вот о том, что сейчас происходит. Все эти древние тексты писали волшебники. Все эти сказки, это рассказы о вас в настоящем моменте. Никакой войны там не было. Это все вот... Все эти... Почему вот Махабхарат... У меня знакомый, очень такой хороший, он говорит, вот все хорошие писатели, ну, в том числе вот этот Шекспир, это... Ну, ну, у греков все это спер. Это же греческие трагедии там все. Все эти сценарии, это не в прошлом, это вот сейчас. Это они сейчас происходят. Это все рассказы о текущем... В таких интригах, в таких отношениях. Все вот это... Разворачивается прямо сейчас, все эти вот сюжеты. Поэтому, когда читают и говорят, что эти сюжеты не стареют, они всегда в плане. Ну, да. Ну, это, как бы, опять же, такой вот уже примитивный вариант как рассмотрения. А на самом деле это не просто... Потому что... Потому что вот вообще вот ничего кроме настоящего-то не существует. Ничего кроме настоящего. Причем настоящего не какого-то... А вот прямо... Вот прямо настоящего. Прямо настоящее, вот прямо вот... Прямо можно просто запрыгивать в это состояние, я есть. И причем весь парадокс, помните, это не какое-то глубокое, тонкое, маленькое место, куда надо медитацией направить свой взгляд, а я уже сказал, я есть компьютер, другой человек, листик. Это все я, это мое чувство, себя ощущаю я таким образом. Поэтому и герои все Махабхараты — это я, это мои эмоции и страсти, вот так вот живут и так там разворачиваются. Никаких других персонажей нет. Причем, если это вы читаете, то это совсем другая история. Страшный такой парадокс, что у вас тоже я есть.